Полгода назад автобусный парк был объединен с трамвайным предприятием в одну муниципальную структуру – Дауговпилсатэксме. Тогда на общем собрании сотрудникам обещали, что никаких особых изменений в работе не произойдет. Взволнованным водителям и кондукторам заявили, что сокращения заработных плат не будет. Но спустя несколько месяцев среди сотрудников автопарка прошла информация о том, что оплата их нелегкого труда все же будет урезана. На деле слухи оказались ложными. Сокращать зарплату не планируют, да и некуда уже. Сегодня заработная плата водителей автобусов и кондукторов заметно ниже, чем у их коллег по Латвии. В долгу в Пелсесирене зарплату водителей составляет 550 евро до уплаты налогов. То есть на руки они получают чуть более 370 евро. Но это в среднем. По факту у многих и такой суммы не набегает. У нас профессиональные права, которые мы подтверждаем. Это 95-й код и все остальное. То есть элементарно хотелось бы зарабатывать, потому что наша работа предполагает под собой огромную ответственность. Плюс, естественно, мы, если первая смена, да, работаем часто уже с 5 часов на линии, да, то есть и разрывные определенные трудности графики. То есть, ну как бы, мы считаем, что работа предполагает под собой достаточно достойную оплату. А существующий порядок мы не считаем достойный за эту работу. Водители автобусов предприятия «Далгов Пелсадекс» мы написали в самоуправление коллективное письмо с просьбой повысить заработную плату. Петерис Залб эту информацию подтверждает. Данное письмо рассматривается. Есть аргументы, которые можно принимать. Есть аргументы, которые надо рассматривать, потому что идет реорганизация. Да, и в процессе реорганизации сохраняется та зарплата, которая была до, да, потому как бы в ближайшее время автоводители получат ответственность. Для того, чтобы выслушать все жалобы водителей кондукторов, а также разобраться в сложившейся ситуации, на встречу с работниками приехал руководитель предприятия «Далгов Пелсадекс» Эволд Мекш. Когда-то в 2009 году заработные платы были уменьшены, уменьшены намного, и на сегодняшний момент они не вышли на этот уровень, который был в 2009 году. Безусловно, то условие, которое было дано рабочим автобусного парка, которые перешли в «Далгов Пелсадекс», о том, что заработная плата у них не будет уменьшена, это все выполнено. Эволд Мекш согласился с тем, что водители получают очень низкую зарплату, и с этим нужно что-то делать. По его словам, в условиях реорганизации увеличить ее практически невозможно, но выход есть. В статье фонда заработной платы у нас нет таких возможностей, чтобы сразу мы могли решить вопрос не только о реорганизации, объединении, сохранении заработной платы и в то же время повышении заработной платы. Естественно, что это, как я уже говорил, нужно изыскивать в первую очередь из своих резервов, из того, что мы тратим. То есть это связано с эксплуатацией наших трамваев, автобусов, что связано с эксплуатацией наших зданий. Чтобы мы уменьшили вот эти все затраты, имели какой-то фонд экономии, тогда можно рассчитывать и смотреть, что нас ждет в этом году и что ждет нас в следующем году, исходя из этого принимать планы. Конечно, можно один месяц повысить заработную плату, на следующий месяц нечем будет ее выплачивать. Такой подход нереален, поэтому здесь нужен, прежде всего, правильный экономический расчет и правильный подход в этом вопросе. На собрании было решено включить в созданную при реорганизации предприятия рабочую группу ДАГО в Пелсатексме представители водителей автобусов и кондукторов, чтобы вместе решить эту проблему. Будем работать, руководство, в частности, господин Мехш, обрисовал ситуацию и правила этой работы. Будем смотреть, менять, пробовать условия оплаты и в конечном итоге добиваться, конечно же, через Думу, через как-то, я не знаю, министерство или через что-то, все-таки пробовать добиваться достойной оплаты. Планируется, что первое заседание рабочей группы пройдет уже на следующей неделе. Но если зарплаты так и не будут увеличены, сотрудники готовы идти даже на самый крайний шаг – устроить забастовку. Продолжение следует...